Здравствуйте, друзья! У нас в студии гость. У нас гость обычно так представляется, говорит, я вот кто такой? Меня зовут Сергей, Сергей Волков, я из Беларуси. Вот сейчас в школе Портнова учусь. Так откуда из Беларуси? Я из Беларуси, это западная часть, город Гродно, прямо под Польшей. А что там прямо, совсем рядом? Там совсем рядом. Это получается примерно 10 километров от Польши и где-то 15 километров до Литвы. Пограничный прямо город. Слушайте, так вы прямо такое ощущение, что прямо на западе живете? Так мы так и ездили до того, как Польша стала и Литва стала Европейским Союзом. Мы ездили туда каждые выходные, куда-то на горке. В срань с белорусским паспортом. Да, просто виза очень легко было получить. А сейчас что? А сейчас Европейский Союз, поэтому сейчас не так все просто. Сейчас виза дороже и процесс дольше. Ну, народ с визами. Ну, можно получить то же самое, да. То есть не то, что, допустим, хочешь, а визу не дают? Нет, нет, нет. Особенно в Польшу там есть так называемая виза, чтобы сделать покупки. Так. И это делается очень быстро. Для бизнеса, для экономики хорошо. Поэтому эти визы делаются очень быстро, за два дня получается. И можно ехать... Есть смысл делать покупки в Польше, если, допустим, уровень цен, может быть, там, выше, не знаю? Нет, уровень цен, кстати, там, либо такой же, либо ниже, но качество однозначно выше. Вот так даже? Да. То есть, у них там злотые, не евро, да? Нет, злотые еще. Хорошо. Так, а... У нас, получается, полгороды занимаются тем, чтобы организовывать торговлю между покупая товары в Польшу и приводить их торговлю. А с польской стороны там что находится? Какой-то город? Белосток. Так это серьезный город? Да, это, по-моему, пятый по величине в Польше. Так получается, что город Белосток в Польше живет торговлей из Гродно, приграничной. По сути, мы оба живем за счет друг друга. Хорошо. А с литовской стороны что у вас там? С литовской стороны там Друзгененка, но это маленький город. Так. А чуть дальше Вильнюс там со всеми тоже рядышком. Там буквально часа полтора на машине до Вильнюса. Шикарно. Я помню, когда-то в советское еще время мы были в командировке в Минске. И на выходные, ну, куда? Мы сели на какую-то электричку нас научили и три часа ехали в таком довольно комичном вагончике с такими маленькими лавочками. Такими это было очень непривычно. И мы как раз и в Вильнюс прикатили. Пошли гулять по Вильнюсу. Тогда, значит, полтора часа на машине. А тоже надо какую-то визу. Не такую, как в Польше. Да. Либо получать визу Европейского Союза. Шенгенской. Да. Либо можно получить, насколько есть, литовская виза. Если там какие-то есть родственники, друзья. А с литовской визой можно потом дальше по Польше ехать? В смысле, по Евросоюзу. С литовской я уже не помню, но с польской там какие-то есть ограничения. По-моему, нельзя. Если польская виза, то только в Польше надо оставаться. Вот если вы приехали там, скажем, в Польшу. Да. На каком языке надо разговаривать с ними? На польском. То есть так не поймут больше? Нет. Я не сказал бы, что поймут. Ну, у нас полгорода разговаривает по-польски. У нас, получается, если брать население, то 48% поляков, а все остальные белорусы, поэтому весь город говорит по-польски. Понимает, по-польски читает по-польски. Хорошо. Теперь, значит, а с Литвой как? Там литовский, там совсем другая. Но они, может, по-русски могут как-то? Я сказал бы, в Вильнюсе только. Я был там два раза, на... Я бы сказал, что процентов 30 населения говорит на... Вильнюсе говорит на русском, процентов 30 на польском и остальная часть... Ну, не шарахаются от русской речи? Нет. То есть нормально? Никогда не испытывал никакого дискомфорта. Хорошо. Итак, жили вы себе в Гродно, никого не трогали, значит, и чем занимались? В Гродно я учился, я получил, жили в Гродно, два образования. У меня первое юридическое, второе у меня образование лингвистическое, переводчик английского языка. Удобно. А в Литве можно по-английски, например? Конечно. Поймут? О, Литва, особенно молодое поколение, рождённые, там, я сказал, после 80-х, они все очень бегло говорят на английском. Молодцы. То есть в Европе путешествуют? Да, у них русский язык ушёл на второе место, практически никто не учит. Сейчас главный приоритет в Литве это как раз английский, поэтому... То есть можно вполне выживать, а в Польше нет? В Польше, на мой, я опять же не специалист, но по моему личному ощущению в Литве больше говорят на английском. Хорошо. Итак, значит, чем занимались? Ой, чем только не занимался в Беларуси. В Беларуси я работал в качестве, когда ещё учился в университете на юридическом факультете, я работал в качестве радио-диджея на местном радио. Радио-диджей. Так, шикарно. Значит, то есть вы так... На каком языке это, диджей или... Я на русском говорю. Это русскоязычный радио-канал. А там мне чайку принесли и не дают. Вот гостю водичку это там для подсластить надо, друзья. Спасибо. Да. Ну, хорошо, диджея, а что, за это деньги платят? Ну, конечно. Это привычное или так издевательство? Я, так как я учился в своём собственном городе, где я вырос, то есть у меня не было таких больших расходов, поэтому на уровне студента была довольно неплохая зарплата. Я не жаловался. Но диджей, это как бы... Она есть пацанская работа, да нет? У моего возраста мужики не диджеют. А у нас была разбежка, когда я там был... У нас были диджеи от 25, наверное, до 45, где-то вот такая... То есть есть и возрастные тоже, можно сказать, такие, поддержанные, так мы... Просто разные направления программ... Спасибо. Спасибо большое. Некоторые направления программ, они более музыкальные, более такие молодёжные, а есть программы, где какие-то поднимаются вопросы философские... А кто слушатель-то? Кто? Где там слушатель? А слушатели, в основном, самое главное и самое время, когда больше всего слушатели, это утро. Это, конечно, едут на работу и сработал этот вот час пива. Реально слушают? Да. То есть вы знаете, что вас слушают, да, или как вы знаете? Там вы звонят или что? Звонят. И там есть программа, где от открытой линии народ звонит. Мы постоянно какие-то проводили игры, постоянно какие-то лотереи. А у вас, может, блог какой-нибудь есть на ютубе там, нет? Нет. Это же блогер. Что это такое? Вы диджей. Диджей – это блогер, натурально. Ну, что же вы так, не дорабатываете. Вам придётся, мне скажется, скоро блогать. Значит, ну хорошо, жили вы никого, не трогали. Английский хороший. Что было таким триггером, вот когда вы сказали себе, спасибо этому дому, пошли к другому? Вот что такое, вот чего вам там не жилось? Молодой такой авантюризм, чего-то хочется? Или вы что-то такое знали, что вот надо? Ну, опять же, это вопрос относительно того, что я в своё время много путешествовал по Европе, поэтому я видел европейский стандарт жизни, я видел европейское качество жизни. И у меня всё началось с того, что я хотел поступать в Польшу, в университет, учиться там. А там бесплатно можно, да? Если вы докажете, во-первых, сдадите все экзамены, во-вторых, докажете, что у вас есть польское происхождение. Какой-то процент, да? Да, там либо вы, либо ваши родители, либо ваши прародители. То есть можно быть на четверть, как бы. Да. И тогда этого достаточно, чтобы получить грант от польского правительства и поехать туда учиться. Хорошо, да. И это было моё первое, но у меня была только прабабушка из Польши, поэтому у меня не получилось. Так у вас, небось, там весь город. Слишком далёк, очень, да. Ну, половина. Поэтому слишком далёкое родство, у меня не получилось этого. А потом я работал в качестве проектного менеджера в общественной организации «Красный Крест». И у меня было достаточно много коммуникаций с европейскими партнёрами нашей организации. То есть, я понял, вы приобщились к чему-то и дальше хотелось развиваться в этом плане. Да. Такой вопрос. Вот вы там живёте прямо на границе. Для вас не было бы естественнее, например, то есть, может быть, у вас какие-то знакомые так и сделали, махнуть в Москву или в Питер поближе. И говорят, что там типа как европейские города большие, что там бурлит, кипит, язык вроде понятный, привычный. Разрешенно работу есть, правильно, для белорусов? Конечно. Вот. Чего бы вам, вот скажем, то есть, это ниже стандарт, чем европейские или это ещё что-то там? То есть, на уровне менталитета, мне кажется, большинство пашсоветских стран и больших городов, они практически одинаковые. Мне хотелось посмотреть на какие-то новые аспекты жизни, которые я раньше не видел. Открыть новые горизонты. То есть, не то, что вот эти вот американские opportunities, то есть, вот искать возможности, а вам хотелось просто как бы стиль жизни поменять. Да. Хорошо. А довольно массово, например, скажем, в том же Гродно, что ребята уезжают в Москву куда-нибудь, в Питер, я не знаю. Такое есть? В Гродно есть процент, которые уезжают в Москву, которые уезжают в Питер, но есть ребята, которые уезжают в Польшу, но в основном это по учёбе всё. А вот на работу, я знаю, что, например, с Украины многие едут просто работать в Польше, там какое-то дикое количество украинцев. А белорусы тоже едут? Белорусы едут, но в основном то, что я видел, всё это было завязано на торговле и какие-то сезонные работы. Сельскохозяйственные работы, сезонные какие-то работы. То есть, не постоянно заработать. То есть, люди приезжали и уезжали постоянно. Ну, хорошо. Вот Гродно. Люди там живут для того, чтобы... Вот, допустим, у тебя есть квартира, откуда-то есть. Значит, ты живёшь. Сколько надо денег на жизнь, чтобы не хуже людей там? Ну, как все. Ну, сколько нормальная зарплата, обычная такая, средняя? Средняя сейчас я бы... Я точно не могу сказать, но я бы в расчёте сказал, что средняя долларов 400, наверное. Ну, можно жить на 400 долларов? Скажем, если вдвоём пара семейная, 400 и 400 или там... Можно. То есть, можно нормально жить? Да, можно нормально жить за эти деньги. Много кто подрабатывает на той же торговле либо на репетиторстве, поэтому дополнительный источник всегда не помешает. То есть, народ в целом доволен жизнью? В целом. Опять же, и в каждом городе, в каждой стране есть какие-то плюсы, которые мы довольны, какими не довольны. Но в целом, в целом... Ну, вот у вас как в Минске, там чистенько. Чистенько? Чистенько. Это да. А каким образом это происходит? Хороший вопрос. Я никогда про это не задумывался. А что, там целыми днями кто-то там драивает улицы? Я общался с многими европейцами, с многими странами, и все первым делом подчёркивают про Беларусь, что это чистая страна. Да. У нас урны, во-первых, стоят везде, на каждом метре. Даже если хочется кинуть бумажку, то рука не поднимается, потому что урна в двух шагах. Так. А почему? Наверное, то есть порядок в голове начинается, порядка в доме есть такая пословица, наверное, нет? Поэтому... Ну, даже я не знаю, может быть, нанимают просто... Большое количество людей работает в уборке, в обслуживании, я не знаю. Нет такого? Я не заметил, что большое количество, то есть стандартное, наверное. Мне сложно сказать, почему. Ну, хорошо. Но это есть. У нас постоянно салятся клумбы, и за ними ухаживают постоянно. То есть это... Красиво, красиво жить, друзья. Мне кажется, своего рода это какая-то гордость конкретного города. То есть показать себя с хорошей стороны и быть привлекателем... То есть не только в центре, а вообще в целом по городу. Да, в целом. Хорошо. Вот вы в таком чистеньком, благоустроенном городе, тут граница рядом, туда-сюда, в случае чего. И, значит, приехали вы в Америку. Да. Вы сначала оказались географически где? Географически я оказался в Техасе. Да вы что? И где там? Галвинстон, это маленький город, самый юг. А большой какой-нибудь есть рядом? Рядом Хьюстон. А, понятно. То есть там он буквально там... С наводнениями там. Да. Да, хорошо. Как там? Там Галвинстон сам по себе, там было очень большое... Сам по себе город интересно, потому что очень большое количество песен, стихов, посвященных этому городу. Это исторический город сам по себе, но проблема в том, что, по-моему, в 2011-2012 году там был большой потоп. И там весь даунтаун, он сейчас... Он просто разрушен до сих пор. Да, очень. Поэтому до сих пор он возновляется, он намного лучше выглядит, но все равно видно, что были стены повреждены в здании, деревья повреждены. А вот то, что в Хьюстоне было там наводнение там год назад или два, сколько там, я не помню. Заметно по Хьюстону? Ну, я уже уехал после этого. То есть я не был в Хьюстону. Хорошо. Ладно. Ну жить там можно? Вот чем живут люди, которые там живут? Туризм? Что там у них? Там, по сути, ничего особо нету. Там, что касается Хьюстона, это большой город, там развитая инфраструктура, там развитые центры развлечений, кинотеатры. Да. Большой. Большой, да. Там есть, что в самом Гаутнице необычно, когда люди там работают, но что касается каких-то дневных, вечерних мероприятий, люди в основном едут в Хьюстон. А далеко до Хьюстона? Ну, по-моему, 40 на машине часто. А, ну, то есть это как отсюда в Сан-Франциско. Да. Примерно то же самое. Хорошо. А вот так, диапазон цен. Вот, допустим, снять, ну, я не знаю, квартиру там простенькую, там, односпальню. Да, там? Угу. Квартира с одной спальней. Сколько стоит? Ну, в то время сколько стоило? В то время она сколько стоила квартира с одной спальней? То есть как студия, получается? Нет, нет. Студия – это там где нет спальни. Студия однокомнатная, а с одной спальней – это двухкомнатная квартира. Ну, я понял. По-моему, на то время она стоила 900 долларов. А, ну, то есть, скажем так, это не так дешево, как, например, у нас в Сакраменто. Вот тут рядышком. Сакраменто там подешевле будет. Ладно. Хорошо. Там просто очень большой порт, и, мне кажется, и там большое количество работников в порте в Галантине работает. А-а-а. За счет этого… То есть там люди с денежкой есть, конечно. Да. Поэтому оно искусственно спрос и предложение. Профсоюзные работники, это же портовые работники, это профсоюзные люди, там и зарплаты, и бенефиты. Я понял. То есть город должен быть цветущим по-своему, таким благоустроенным. Не, он сам по себе достаточно развит, и там джаз, для меня это было удивление играется. Черный джаз или белый? Я видел белых. Хорошо. Но сам факт не удивил. Я не ожидал джаз в Техасе. Вот этот момент меня немного так удивил. Казалось бы, да? Хорошо. А вот там обычные техасские ништяки, там какие-нибудь, я не знаю, отбивные там. О, да. Когда вы приходите в Техас, допустим, и заходите в техасский стейк-хаус, где стейки серебруются, вас обычно спрашивают, какой размер стейка вы желаете? Да. И вам они говорят, обычно ли вы техасский? И я первый раз, когда попал, я не знал. Так. И я говорю, мне техасский? И так на меня официантка посмотрела. Уверена? Угу. Я говорю, да, уверена. Она говорит, ничего. И она принесла, и там, наверное, два паунда мяса. Сколько паунда? Килограмм. Ну, почти килограмм мяса был, там картошки, там просто громадные порции. То есть есть такое. И для меня… Это же очень вредно. Боже. А обычный стейк, это же сколько? Он поменьше, он, по-моему, паунда. Тоже очень много. Тоже большое. Тоже многое. Полкила мяса. Поэтому я этот стейк несколько дней ел, потому что это два паунда. Это можно с собой брать. Да, да. Хорошо. Но не дорого так сейчас? Нет. Техас сам по себе, это один из немногих штатов США, который может жить автономно. Если он завтра делится по каким-то причинам, у них всё есть. У них есть нефть, у них есть сельское хозяйство, у них есть газ, поэтому они автономно живут. За счёт этого там народ имеет деньги. То есть в этом плане… Но там сельское хозяйство большое. Да. Там очень серьёзное сельское хозяйство. Там животного отчества очень развито. Конечно. Там скотинка. Там места много, степь, друзья. Степь бескрайняя. Хорошо. Дистанции там большие. Народ симпатичный. А ходят со стволами тут со всех сторон? Где-то можно ходить, где-то нельзя. Это такое… Там есть определённые места, куда можно. Там, допустим, в банк ни в коем случае нельзя сходить с пистолетом. Но по улице, да, я встречал. Поэтому я встречал… Но стрельбы так вы не слышали? Нет. Нет, я… Просто так ходят декоративно. Ну, я не уверен, что это декоративно. Это больше, наверное, часть культуры. Потому что Тенхаз, южная часть, это всегда была часть США, которая построена на праве частной собственности. И для того, чтобы её защищать, люди для этого использовали оружие. Поэтому оружие – это часть менталитета, часть культуры. Хорошо. Идём дальше. Значит… Ну, вы оттуда уехали. В Майами. В Майами. Окей. Хорошо. Так. В чём, если сравнить юг Техаса с югом Флориды, значит, что мы имеем? Громадная разница. Так. И в плане инфраструктуры Майами – это сам по себе большой город, который… большой портовый город. Население разное. Потому что Майами само по себе на процентов, я бы сказал, 70 состоит из представителей Центральной Америки, Южной Америки и Латинской Америки. То есть Латинос там. Да. Так. Процентов 70 точно. А это… Кубинцев много. Кубинцев много. Аргентинцев много. Гайтян много. Ребят из Джамайки много. Поэтому это накладывает свой отпечаток на город, на культуру, на музыку, на еду, на развлечения. Хорошо. На язык в том числе. Ну там вот, допустим, та же квартира, которая стоила 900 долларов в Голлендстере. Значит, здесь бы сколько уже стоило? Такая же квартира тут, я бы уже сказал, в зависимости от микрорайона. Потому что Майами сам по себе, он большой город. Он больше, по-моему, штат, чем Делавея сам по себе. То есть это громадный, громадный город. Так. И квартира, я бы сказал, она стоила там такого, в зависимости от района, наверное, уже где-то 12-14-15. Сотина. Да, сотина. То есть не то, что можно пойти и взять там за 600 долларов. За 600 может быть комнату в каком-то не сильно благоприятном районе. Понял. То есть Майами не такое уж прямо уже блистающее дешевизное место. Нет. Работы много там? Работы? Работы там есть. Но работа в Майами, в райаме чем? Его плюс и минус в том, что в этом городе нет большой инфраструктуры, больших заводов, больших каких-то предприятий. Туризм зато. Поэтому, да. И за счет этого там чистая вода, чистый воздух. И это притягивает туристов. Вот. И весь бизнес построен, по сути, в Майами это обслуживание клиентов на уровне отелей, ресторанов, казино. Но это круглые годы, это не сезонно там у них. Есть там сезоны. Таки есть. И когда живут в них? Сезон, самое благоприятное место, чтобы приезжать в Майами и жить, это, я бы сказал, ноябрь, с ноября по апрель. Это с точки зрения там жить. А с точки зрения наплыва, может быть, лета, когда дети, голод? Нет. Температура, по сути, не сильно различается. Что различается, это влажность. Это уже влажность. Очень влажность. Потому что с Майами, с одной стороны, там, Атлантический океан, а со второй Эвербейтс, который является одним из самых больших болот США. Поэтому, там, за счет этого, Майами ровно посередине находится. А болото прямо вот тут, прямо болото? Прямо болото, болото. С крокодилами? С крокодилами и с питонами. Слушайте, а вот я слышал часто от людей, которые были из разных мест Техаса и Флориды. Вот интересно, раз мы по эти два места говорим. Я лично не видел ни в Техасе, ни во Флориде этого. Но вот вы мне скажите, они говорят, что в отдельных местах, не всюду. Ты, например, купил дом, вроде, да, и думал, сейчас, пойду там на Бекьярде чай попью. А так не получается, потому что там летает какая-то дрянь, которая кусает. И, в общем, жить так нельзя. Поэтому там вот сетки. Я помню, Наташа Квик показывала, значит, дом. Я смотрю, такая сетка, прямо так вот, ну, там, на пол Бекьяра сетка. Это такой декоративный элемент. А потом до меня стало доходить от насекомых. Да. Вот в Калвенстане как с насекомыми? Вообще вот эта дрянь. Можно сидеть, чай пить на улице? Да, я бы сказал, в Калвенстане, да. Там не особо, там я не видел, не встречал. А вот там, где дома стоят? Где дома стоят, если там нету, если дом не стоит на воде непосредственно, в непосредственной близости, то да. А если у воды тоже летает? То уже что-то летает. А вот в Майами, я бы сказать, что там еще болота какие-то знаменитые рядом. Да. Так как? А там совсем другая история. Там, чем ближе к болотам, там почему выгодно строить? Потому что там земля дешевая. Конечно. Намного меньше. Поэтому там большое строительство идет и почти все дома, построенные около Everglades, они все находятся на каналах. И частенько… Что прикольно. Что прикольно, с одной стороны. С другой стороны, с этих каналов часто выплывает что-то на ваш бэкьярд. Ой, выползает. Выползает что-то. Я был в гостях у своей знакомой, однажды остался ночевать. Там был семейный праздник. Ну, не важно. Смысл в том, что утром мы увидели, что крокодил, аллигатор сидел на бэкьярде. И он прям лицом, носом самым кресло касался к стеклянной двери. То есть он прям под домом сидел. И поэтому эта программа, которая по Discovery Channel, Gator Brothers или что-то в этом стиле, она снимается как раз в Everglades. Где люди конкретно звонят, потому что у них аллигатор плавает и в бассейне, либо у них на бэкьярде он находится. А вот, например, сколько стоит домик в таком месте, если может на вскидку? Я не искал, но я слышал у моих знакомых. Они взяли, по-моему, за 240 тысяч. Новый дом. Да. Ну, друзья, ну, конечно, с аллигатором. Да. Да. Ладно. Я лично не комфортно бы чувствовал жильяр. Но это не такие болота, что с них какой-то, допустим, порт, ну, что называется, знаете, бывает среду окружающую, портит болот, там же люди болеют. Вот это не такие болоты. Нет, нет, там просто они как болота, там оно заросло все трогой, там крокодилы плавают, но это немножко отдалено. И все болоты, где люди рядом проживают, они огорожены заборами. И вы, когда, допустим, едете вдоль болот, там есть такой Альгейр Хайвей, когда через него, например, он ровно посередине болот проезжает. И он огорожен с двух сторон. Чтобы не ползали там. То есть это не болото, такие гнилые, как мы привыкли, допустим, вот. Я считаю, как в Беларуси болото. Конечно. Неприятные. Да, да. То есть там это не такие болоты. Ну, просто типа заказник какого-то. Это, да, это он внесен в список реестра, экологического реестра. Отлично, отлично. Я понял. У нас тут такие тоже есть, без аллигаторов, правда, но тоже так с птичками, там, журавли гнездятся, аисты там. Хорошо. Итак, побыли вы в Майами. В целом впечатление хорошее? Да, в Майами я путешествовал много по США, и в целом Майами мне очень нравится как город. Если вот, например, вам бы сказали, знаешь чего, вот ты выучил сейчас тестировать программное обеспечение, вот есть работа в Майами. Вы бы поехали в Майами жить и получать деньги, ну, допустим, мы получали бы 60-70 тысяч в год, вот как тестировщик начинающий. Поехали в этом? Нормально? Я пробыл в Майами достаточно большой период в свое время, поэтому, наверное, если бы была достойная работа, я поехал, но мне бы интересно посмотреть, как работает тестирование в долине. Ну, естественно. Мне вот гораздо, мне кажется, на мой взгляд, гораздо проще получить первоначальный опыт и расширить свои знания, находясь в центре и в эпицентре событий. Ну, есть как бы зерно в этом, безусловно. Итак, значит, вы пожили в Майами. Вы сказали, что вы много ездили. Да. Вы много ездили там неделю тут, неделю там, или вы много ездили там полгода тут, полгода там? Неделю тут, в основном, как турист. А, окей. Были такие места, которые произвели неизгладимое, позитивное впечатление, где хотелось бы жить? Бостон. А чем он у вас так? Интеллигентностью, архитектурой? Во-первых, мне очень нравится. Бостон очень похож на Европу. Абсолютно европейский город. Абсолютно европейский город. Мне очень, во-первых, во-вторых, мне понравится там молодежь. Это город, в котором, если не ошибаюсь, 28 университетов, колледжей и тех людей. Поэтому там молодежный город. Там очень постоянно какое-то движение идет. Мое такое было субъективное наблюдение. Там народ так одет и выглядит, и как-то так несет себя. Вот слышишь, сзади там русская речь, поворачиваешься, и непонятно, кто из них русский. То есть вот у нас тут, если ты слышишь русскую речь, и оборачиваешься, ты знаешь, кто. А там нет. Они как-то так вот по-другому выглядят. И как-то это все... Это видно в осанке, это видно во взгляде. Нет там такое. — Они очень гордятся историей этого города. — Безусловно. Там есть чем гордиться. — Они гордятся архитектурой города. И они действительно там... И такое ощущение, когда в Боснии, что попадаешь в Европу. — Безусловно, да. — Люди по-другому одеваются. — Я бы сказал Великобританию. Нежели вообще Европу, но конкретно. Это очень английский такой город. — Люди по-другому одеты. Как-то по-другому разговаривать. Очень вежливые, кстати. У меня тоже такое осталось впечатление. — Говорят, что самый невежливый штат с точки зрения людей — это Калифорния. Почему в Калифорнии они куда-то несутся? Типа москвичей, знаете, там. — Ну, не знаю. У меня... То, что я, по крайней мере, здесь, по-моему, вторую, третью, четвертую неделю я здесь. И я то, что вижу, тоже идут, по крайней мере, в долине, где я вижу. Тут совершенно другой уровень людей. Культурное, госпитализм. — Так вы прямо к нам сюда учиться приехали? — Да, прямо приехал. — Я откуда же вы? — Прямо с Майами приехал. — А, ну то есть вы прямо из Майами и в Калифорнию. И вот этот у нас месяц, а вы откуда нас знаете? — У меня Сергей Иванович, ваш бывший студент, Валерий Колосовский. Они окончили эту школу, они вам рекламировали школу. — А они разве из Майами? — Да, они первоначально в Майами. — Хорошо. — И они рекомендовали вашу школу. — Ну, нас там знают в русских кругах? — Конечно. — Знают, правда? — Конечно, конечно. Особенно если в тех кругах, где есть... Особенно все круга, где люди работают в IT-недрус 3, в каком-либо направлении. Там слышали про школу и знают ее. Поэтому мне было достаточно легко собрать информацию. Я сделал пару звонков, я посмотрел, что пишут в онлайн. Я посмотрел, и у меня сложилось очень положительное впечатление. — Вы знаете, я иногда посматриваю, что в онлайн. То есть я давно перестал интересоваться. Я скажу почему. Потому что когда у меня не было канала на Ютубе, то все, что известно про нашу школу, известно о том, что кто-то сказал. И я думаю, кто что сказал. Сейчас я уже настолько не интересуюсь, кто что сказал, поскольку у меня свой канал и там большой трафик, и так далее. Но иногда там что-то, я не знаю, бывает где-то выскакивает. И я хочу сказать, что даже вот если кто-то на нас ругается, например, то либо он у нас учился и что-то знает, ему что-то может быть не нравилось, но он при этом не сильно ругается. То есть нельзя сказать, что он вот как-то вот он прямо вот его вот так разворотило. Ну вот что-то ему не нравится. А если уже сильно ругаются, то это люди, которые у нас никогда не учились. И когда ты это читаешь, то ты понимаешь, что он либо на голову больной, либо ему кто-то заплатил за это. Ну то есть на уровне такого бреда, что я думаю, хорошо, что они это написали. Потому что тот, кому это понравится, слава богу, не придет на него время тратить, когда есть нормальные люди вокруг и так далее. Поэтому на удивление, потому что если, скажем, есть 100 человек довольных, ну может быть 5 что-то напишут. Когда есть, не знаю, там 5 человек недовольных, так может быть 10 напишут. Потому что они сами и друзья, и родственники и так далее, и так далее. То есть как бы пропорционально это все. Я просто поражаюсь, насколько в целом теплая такая волна восприятия. И, в общем, я думаю, неужели это вот? Это вы. Да. У меня сложилось впечатление, когда находясь в Майами, у меня сложилось впечатление, что, и я много от кого слышал, что эта школа дает уникальную возможность работать в IT, и дает возможность открывать дверь и показывать направление, куда идти. И сейчас здесь я вижу. Я бы сказал, если вот меня спросить, поскольку я давно думаю, что это мы тут делаем, то я бы сказал, что мы даем человеку возможность самореализоваться. Потому что вы не можете взять человека, который просто интересуется деньгами или чем-то таким, и вот его туда перебросит, а он глаза закрыты, открывает глаза, новая жизнь. Нельзя этого сделать. И нас за это тоже некоторые ругают, а где гарантии? Понимаешь? А вот там какой-то приходил, вот у него не получилось. Значит, мы, естественно, виноваты, раз он там… Это бывает всякое. Но вопрос к чему? Если человек рвется куда-то, и ему хочется, и он лишен возможности, он не знает куда. Вот сюда давай. И он проскакивает. Понимаете? Но он должен хотеть, он должен искать, он должен готов быть себя в это дело вложить. Должен быть голодным готов. Да. Как у Жванецкого, там, если не очень хочешь, то и не очень получаешь. Увидеть туалет и добежать до него. Понимаешь? Вот мы как раз вот помогаем добежать. Да? И увидеть. Многие классы можно посмотреть онлайн, есть много ресурсов, которые открывают возможность понять, что такое тестирование. Но школа, на мой взгляд, дает структуру. Структуру знаниям и дает направление этих знаний. Вы еще не представляете, что впереди. Это вы еще только месяц тут. Там еще впереди еще много. Ну, понятно, это нормальное впечатление. Для первого месяца вы, как ясно, в процессе, в изучении и так далее. Да. Это хорошо. Потому что, когда человек пашет, там, трудится, с ним легко. То есть, он может там более быстро продвигаться, он может менее быстро продвигаться. Но обычно люди, которые менее быстро идут академически, у них зато какие-то навыки выживания, может быть, повышенные. Или улыбка обалденная. Или там, как-то они умеют. И так далее. То есть, есть какая-то критическая масса, которая дает прорыв. И она не обязательно складывается из академической части. То есть, конечно, что-то надо знать. Ну, сори. Без этого никак. Но, в общем, это не единственное. Не единственное. Хорошо. Так, а планы какие по жизни? Ну, вот вы выучитесь, пойдете на практику в компанию. Пойдете там искать работу локально. Нашли работу локально. Ну, поработали, я не знаю, год. И чего? То есть... Поедете вы, скажете, поеду в Сиэтл. Или там поеду в Майами. Поеду в Нью-Йорк. Или так вот. Тут дорого. Вот, скажем, в Калвинстоне или там, скажем, в Хьюстоне. Может, там будет у вас работа на 60-70 тысяч. Пошли, дом купили. Можете каждый год, через год по дому покупать. А тут вы как будете? У меня большие планы. Для начала я хочу максимально выучить многое. Я хочу стать гуру и профессионалом. И после этого я хочу открыть свой собственный бизнес в IT-индустрии. А что делать? Будете ли еще неизвестно? Я еще пока не знаю. Я точно знаю, что это будет в IT-индустрии. Хорошо. Чем конкретно будет бизнес-аниматься и на кого ориентировать, какой продукт предлагать? Я еще пока не знаю. У меня недостаточно знаний и багажа для этого. Тут, конечно, прикольно. Знаете, что? Вот у нас в школе каждый третий примерно, так я смотрю по статистике, ну там, естественно, за большой период времени, там каждый третий начинал работать. Это первая работа была. Или Google, или Apple. Они нанимают тысячами. Понимаешь? То есть, как бы туда даже проще попасть, чем там еще куда-то. Потому что они нанимают сразу скопом. Не особо даже так вникая. Ну да, там нужно 200 человек. Понимаешь? Все-таки я там 5 интервьюирую и одного выбираю. А эти прямо скопом. И туда как бы легче попасть и платят больше. Что интересно. У нас тут был парень, первая работа. 55 долларов в час. Первая работа? Apple. Его взяли на контракт. Да. И парень хороший. Я ничего не хочу сказать. Но им там всем так платят. То есть, набрали там толпу. Они почему дают больше? Деньги есть? Раз. Второе. Ну чтобы он уже не ушел. Там взяли на 6 месяцев контракт. Ну чтобы он уже 6 месяцев отработал. Вот. Но он правда месяц отработал. А за это время его в другом месте подгребли на постоянную работу. Ему хотелось постоянную. И он ушел на постоянную. Я два дня назад его там встретил. Он говорит, как же ты так из Apple-то ушел? Он говорит, конечно жалко. И денег жалко было. Он говорит, ну хотелось постоянную. Логично. Ну у всех свои там приоритеты. Я просто чему говорю, что конечно тут поработаешь, там пару лет такой резюме у тебя будет. Вообще. Да. И потом опять же я хотел поработать в разных компаниях, в разных коллективах. Больших и маленьких. Чтобы впитать максимально можно. А? Максимально много. А лет вам сколько? Три-четыре. Ну так вы уже большой мальчик. То есть вы, конечно, уже цените в компаниях совсем не то, что ценит скажем 22-летний. Знаете, которому там, не знаю, какие-то прикольные фишки там, бесплатные там, не знаю, чего там. Ланч. Сейчас всюду ланчу кормят. Друзья, когда я начинал свою карьеру, я помню, это был год 95-й. Ну я уже был такой, я уже синером был. 95-й год и меня взяли на работу в компанию Lotus. Lotus Development Corporation. Как раз примерно в это время их IBM тогда купил. И вот, значит, взяли меня туда. А до этого я работал в паре стартапов. Ну так, нищета. А тут ты идешь, такое здание. Знаете, угол Кастро и локамина вот туда направо. Такое здание. И там, ну, каждые там, не знаю, 50 метров там какая-то такая. Ну не комната, но такой закуточек из коридора такой. Раз. Она такой вот. И там стоят машины, которые вот, как в Макдоналдсе там дринки продают, напитки продают. Ага. Просто нажимаешь кнопку и льет. Не нужно бросать там копеечку, ничего не нужно, да. И я в то время еще употреблял. Ну, не в том, что вы подумали, а вот это вот. Вот эти soft drinks я употреблял. Но тут, поскольку оно было бесплатным, это было настолько мерзко, что я практически вот один раз что-то выпил, а потом мне стало противным. Понимаете как, я думаю, вот как бы я в Гугле, например, работая, ходил бы на эти ланчи. Ну, хотя я ходил там с друзьями. Но, хорошее ланчи-то. Вопрос к тому, что там бесплатно. Там неплохо. Бесплатно. Там уже, знаете как, а вот русские с индусами, они еще домой гребут. У нас есть студенты такие благодарные, они там нагребут что-нибудь и сюда несут. Ну, просто невозможно. Поделиться хочется. Вот, не положено. Это не положено. Там пришел на место, покушал. Можно друга привезти, покормить. Это можно. Это официально можно. Ну, так я к чему говорю, что уровень халявы поднялся от бесплатных напитков, там типа PepsiCo, понимаешь, до хорошего обеда, можно сказать, круглые сутки кормят. И там разнообразие невероятное. Я, насколько понимаю, главная цель больших компаний максимально оградить себя от внешних факторов, которые отрывают от работы. Главная работа твоя, как специалист, прийти, сесть и заниматься только работой, чтобы не отвлекало вопрос еды, стрижки, организации праздников и так далее. Да, постерушки там же. Да. Так больше того, вот например, я не знаю, как сейчас с этим, но было время, когда у Гугла были автобусы, такие большие, туристические, которые возили сотрудников в Сан-Франциско и обратно. Вопрос транспорта решали. Автобусы были оборудованы компьютерами. Ты не обязан работать. То есть ты можешь играть, ты можешь новости смотреть там и так далее, но в принципе, если ты целый день сидел у тебя в голове что-то сидит, ты можешь продолжать работать. То есть еще час туда и час обратно. Так что, да, все для работы создано, все условия. Бассейн там будет на месте. Я помню, в Борлэнде работал в 1994 году. И там у них был спортивный комплекс прямо на кампусе. Это было так невероятно. В любое время, как-то в 2 часа ночи пришел, плавают, ну, пару человек. Но они сидят и вообще домой не уходят. Молодежь. И там плывут. Ну, вот жизнь. Это как маленькое государство в государстве. Там есть свои специалисты, которые готовят, стригут, развлекают, организовывают досуг. Вы говорите, фитнес там тоже есть. Да, конечно. И так там, господи, там есть, вот ты приходишь, там комната стоит с музыкальными инструментами. Можете прийти там вчетвером, там, не знаю, Битлз сыграть. Вот. Я как-то шел там с камерой, ну, гулял, там, взял гитарку, частушечку исполнил, там, для наших зрителей. Вот это располагает. В этом есть определенная, мне кажется, корпоративная логика. Вопрос такой, возвращаясь к временам Гродно и вот то, что вы сейчас тут, вот в Соединенных Штатах, как-то, вот, допустим, мысль такая, а не поехать ли там поработать в Гродно или в Минск, например, там, на годик. Вот такая мысль, она как, отторгаете или говорите, а чего, нормально, вот там. Нет, совершенно не отторгаю. Совершенно не отторгаю для начала. У меня просто нету этого багажа знаний, чтобы сейчас поехать. Ну, не сразу, да. Да, у меня есть тот же, у меня есть друг, который уже закончил вашу школу, сейчас успешно работает в антииндустрии. И он мне, я с ним вчера общался, он мне рассказывал, что он сравнил зарплату, ну, для любопытства он зашел на Гродненский сайт по поиску работы, вбил свою позицию, чтобы посмотреть, цены сравнить. Назовите ваши цены. Да, да, да. И он говорит, что с его позицией, с его знаниями, с его опытом он в Гродно бы получал 2 тысячи в месяц. То есть, в принципе, это… Ну, да, я не знаю насчет вот белорусских цен. Это достойно зарплату. Я знаю, что люди там, не то что в Москве, но вот даже и в Харькове, например, там есть и по 6, и по 8 тысяч получают. И не то что они какие-то супергерои. То есть, достаточно senior level. То есть, они могут такие деньги тоже… В случае, я это читал на форумах, там и вот комментарии, там у меня под видео люди оставляли. Я, как бы, доверяю. Ну, что же. Хорошо. А учиться трудно? То есть, есть какие-то вещи, которые в голову не идут? В этой школе? Да. Я не сказал бы, что трудно. Вопрос в том, что информация построена… Уроки построены логично, один за одном. То есть, одно пересекается со вторым, пересекается с третьим вопрос. Единственное, что может быть, это объем информации большой. Ну, а с другой стороны, понятно, почему он большой. Потому что, когда дело коснется интервью, непонятно, какой, неизвестно, какой вопрос будет задан. Поэтому школа старается максимально охватить. Ну, вопрос, в принципе, известный. То есть, поскольку мы их коллекционируем, то мы вопросы все знаем. Кстати, и вам тоже дают все вопросы и с ответами. Но… Есть такое. Есть такое вот. Но… Вопрос в том, что еще работать же надо тоже. Кроме того, для того, чтобы вас на практику взяли, это же мало там подготовить вопросы и ответы. Вы должны продемонстрировать некоторые знания. И вы можете вызубрить ответ, но вас чуть-чуть в сторону поведут вот там… Ну, допустим, у нас… Вот мы разучиваем. Безуспешно, друзья. Катастрофически безуспешно. Мы разучиваем много-много раз вопрос о том, со студентами, как тестировать функционал логин-пассворд. Да? Там два поля. Логин, пассворд и кнопка… Сабмит. Сабмит или логин. Или что-то. Вы не представляете, какое непрохождение кишки. Вот это вот. Все такое. Заворот кишок такой. Значит, смотришь, ничего не видишь. Там на выход не проходит. Но Жанна у нас, педагог, она когда проводит клиренс, тут что-то у нее, знаете, какие-то забиральные идеи у нее. И при том, что они просто логин-пассворд-то не могут, так она им еще вопрос задает, как протестировать, значит, забыл паспорт, да? Форгат паспорт. И, значит, и тут такое начинает. Так оно и там начинает. Ну, понимаете, вот чуть в сторону. Чуть-чуть-чуть. Ну, или ты понимаешь, что такое тестирование. Да я тебе без разницы, что тебя спросили. Что тестировали? Ну, что дали, то тестировали. Вот, действительно. Нет такой профессии тестировать там кнопку, я не знаю, control там на клавиатуре. Нет такой профессии. Вот. Но… Да. И мы сегодня как раз беседовали. Я говорю, Жанна, что тебе выпендриваться? Оно и так не работает, в смысле, не отвечает. Ты еще тут наворачиваешь. Поэтому, значит, что происходит? Объем большой, а чего студент не может сделать? Он не может приоритизировать. То есть, он бы мог сказать, значит, вот это самое важное, туда больше внимания, это менее важно. И там по мелочи, ну, так, в принципе. Ну, вот это вот костяк, некий костяк знаний, критическая масса, с которой мы всюду проходим. И вот этого студент сам не может. То есть, он не идентифицирует приоритетность. То есть, ему как бы кажется, что все надо. И преподаватели, в общем-то, хотят, чтобы он больше тоже учил. У нас все время дискуссии у педагогов. Они говорят, если мы им дадим вопросы и ответы, и все, что мы спросим, это вопросы и ответы, они вообще ничего больше учить не будут. И так и не поймут ничего, кроме того, как вызубрят что-то. Поэтому, конечно, объем большой. Но вопросы на интервью примерно известны. Другое дело, что поскольку там девиации всякие начинаются, и надо знать предмет. Помимо ответа на вопросы, надо еще предмет знать. Надо еще понимать общую уику. Ну, конечно. Поэтому практика важна. Вы идете в компанию для того, чтобы подхватить и сказать, ё-моё, вот это? Господи ты, боже мой, о чем мы тут говорим? Учились, учились. Вот же тут все просто. Так что, да. Я два года проработал в школу эту начал. Я мог и начать через год. Ну, просто так. Случилось, что началось через два. Потому что, как только ты понял, о чем речь, так о чем там вообще говорить не о чем. Ну, сначала надо понять, а потом уже будет не о чем говорить. Ну да, сейчас следующий этап это практика. Вот, давайте я вам такой вопрос задам. У нас очень часто есть дискуссии, когда люди говорят, вот вы говорите, что каждый может там, ну, имеется в виду, каждый может, кто хочет, кто не вообще, вот шел мимо, там, зашел подписывать, будешь тестером. Нет, 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 так он не может. Вот, значит, там, у вас люди разные в группе, да. И я, когда первый урок веду, я опрашиваю всех, кто какой профессии, какое образование, там, т.д. Вот, как они вообще справляются? Или есть такие, которые, ну, то есть, совсем выпали в полной прострации и вообще как? Нет, справляется. У нас вообще уникальная группа, мне кажется, у нас дружелюбная и группа, в которой много талантов. И, на мой взгляд, это работа, которая способна освоить любой. Было бы, как вы правильно сказали, было бы желание и мотивация. Наверное же, мотивация, наверное, важнее, чем желание в какой-то степени. Ну, я думаю, что это связано, как же. Если у него мотивация есть, так он уже делает. Главное вопрос, зачем вам это надо, если вы видите перед собой большую картину, для чего вам эта информация надо, чем эта школа надо, то все остальное потом ложится одно за одно. Но информация построена таким образом, что вам не надо иметь PHD в какой-то Computer Science, чтобы освоить этот материал. иной раз я сам думаю, ё-моё, среднюю школу толком не закончил, ну там, экстерном там, и проходит год, а он 100 тысяч получает, там, 18 лет. Я думаю, что-то как-то экстремально очень. Но это такой, знаете, шаблон, в общем-то. То есть вот у этих, которые 18-19 лет, они с такой стремительной скоростью выскакивают, что у меня нет объяснения такого рационального, но как факт я могу констатировать, что это действительно так. Ну они, конечно, светлые, они, конечно, труженики, они, конечно, такие, ну как сказать, умнички, там, и всё, вот как я, так я уже в возрасте, я, конечно, это мои детки, вот, они хорошие. Но, тем не менее, а есть люди, которые там, скажем, 25, и у него там, я не знаю, высшее образование, он там ещё инженером-электриком поработал где-то, да, и вот он тоже может, конечно, но 18-летний без образования скорее выскочит вот на этот уровень за год, чем, например, он. Хотя, казалось бы, вообще они не собираемы по, допустим, знаниям, там, и какому-то жизненному опыту. Не знаю. Может быть, скорость усвоения информации так кардинально отличается, я не могу сказать. Но, опять же, наверное, отсчёт зависит от того, насколько глубоко вы хотите впитать всю информацию. Кто-то охватывает какие-то поверхностные знания, но зато много. Да, конечно. А кому-то это интересно закопаться вглубь и разобраться в одном предмете, но очень досконально. Поэтому, как бы, человек, у которого знает много, немножко обо всём, ему в какой-то степени проще интервью проходить. Ему проще, потому что спрос на неглубокого, широкого намного-намного выше, чем спрос на очень-очень узкого и очень глубокого. Ну, конечно, насколько их нужно очень глубоких. Это правда. Может быть, программистам, допустим, проще, а на уровне тестирования. То есть, получается, специалист узкого профиля на широкого понятия. Хорошо. Давайте так. Если мы вот обернёмся к нашим зрителям, и сейчас идёт кампания по заполнению анкет бинг-карт лотереи, и люди, которые, может быть, ещё месяц назад не слышали, что есть такая лотерея, у них возникает вопрос, интерес. Я вижу по количеству подписчиков, которые у нас сейчас как грибы. За месяц 10 тысяч прибытка. А если взять то, что ещё ушло пару тысяч, то 12 тысяч новых подписчиков за месяц. Серьёзно? Ну да. Я вот и для них. Кому не на Руси, в данном случае, а кому в Америке жить хорошо? Вот кому, например, явно показано переселиться оттуда-сюда? Кому? Да. Вот скажем. Ну да. Вот так, чтобы тебе здесь было хорошо, например. Это какие люди? Ну, во-первых, здесь есть такая, по крайней мере, у меня был, у многих людей я тоже знаю, был стереотип о том, что чуть деньги не растут на дереве. И это одна из реальностей, которая быстро развивается, когда приезжая сюда. Здесь работать надо, наверное, больше, чем в наших постсоветских странах. Поэтому один из приоритетов – человек должен быть готовым к этому и должен хотеть работать и хотеть учиться. Особенно в IT учиться – это такой нон-стоп. Это всё время надо учиться. Постоянно что-то обновляется. Кому ещё? Людям, которым интересно познавать новые культуры. Трудяги. Трудяги. Раз. Люди, которые к чему-то стремятся. Как Вы говорите, может быть, культурное развитие, может быть, ещё какое-то. Хорошо. Два. Семейные пары. Имеется в виду с детками, без деток или это неважно? Это с детками и без деток можно. А в чём смысл пары? Я не понял. Почему не одиночки? В этом плане, что когда просто переезжаете, когда в одиноком переезжаете, то получается такая изоляция какая-то. Поэтому если это семейная пара, гораздо проще, то момент изоляции побороть. А с другой стороны, я не знаю, может быть, это кажется, что здесь, например, вероятность того, что пара распадётся выше, чем там. Они и там прекрасно распадаются, в общем-то. Но мы видели здесь много пар, которые вроде была пара-пар, а потом, смотришь, и нет пары. Из-за того, что один, ну скажем, обычно это с мужчиной бывает, он ленивый, он не хочет, он ещё и покрикивает, и ещё недоволен постоянно, а она на себе тащит. Это часто бывает такое. Женщины как-то более стойкие, что ли. Более стойкие. Они к унынию менее склонны. Так что, даже вот бывает негативная какая-нибудь тётка, но пашет. Но пашет и всё делает. Женщины, конечно, более выносливые, наверное. Как сказать, выживаемость у них выше. Они и живут поэтому дольше. Они живут дольше, по статистике. Зачем мы им нужны, я не знаю. Но вот как-то вот они тащат нас на себе. Мы взаимодополняем дружбу, наверное, в каких-то аспектах. Наверняка, да. Мы морально можем утешить. Хорошо. Так я вот думаю, как бы я на этот вопрос ответил. И я думаю так, что с одной стороны, конечно, люди, которые труженики. Причём такие труженики, как бы сказать, законопослушные. Бывает труженик, который тут стибрил и там стибрил, никаких моральных у него там нет, устоев и так далее. Ему всё неплохо. Вот. Но человек, который, с одной стороны, законопослушен, с другой стороны, здоров работать, он здесь просто расцветает. Америка не страна людей, которые сильно умные. Этого нет даже близко. Америка страна людей, которые честные и трудолюбивые. Если ты честный и трудолюбивый, ты уже царь горы. Но если ты ещё и соображаешь… Все двери открыты. Это ты… Это просто такой космос открывается. Понимаете? Где я даже не знаю там вот что. Ну просто всё. Представить себе неограничено. Поэтому это страна людей, где середняку, трудолюбивому и честному середнячку комфортно. Ему комфортно здесь. Поэтому вот такая интересная страна. Ну… Страна возможностей, опять же. Почему люди приезжают сюда? Гораздо больше… Я сколько лет не общался, гораздо проще организовать свой собственный бизнес и заняться непосредственно какой-то деятельностью. Гораздо проще. Половина населения страны работает в малом бизнесе. Не на больших предприятиях, типа Форда или Теслы. Половина населения страны работает в малом бизнесе. Поэтому проще получить лицензию, это занимает там дни. Это чисто формальность. Это да. Это чисто формальность. Но опять же, вот Вы правильно отметили, что принцип честности является главным показателем. Потому что, когда Вы где-то получаете какие-то документы либо в суде, Вы постоянно произносите клятву. То есть, на Вас есть уровень уголовной ответственности, если Вы наврёте, но тем не менее, они хотят, чтобы Вы поклялись. Каждый раз, когда Вы подписываете документы, я клянусь, что всё, что я написал здесь… Вы при этом начинаете подлежать ответственности за неправду. То есть, если Вы это вот подписали, а потом выяснилось, что Вы солгали, Вы уже под статьей. Поэтому человек думает 10 раз, прежде чем это сделать. Но дело даже не в этом. Они не крадут не потому, что боятся, что их поймают. Они не крадут, потому что это противоречит их представлениям о достойной жизни. То есть, он не опустится до того, чтобы украсть не из-за наказания, а из-за того, что красть нехорошо. Это аморально, это неправильное поведение. Я не краду, и дети мои не крадут, и мы никто не крадём. При том, что порой. Вот я, когда страхованием занимался, и страховал сколько-то магазинов розничной торговой. Да. У меня были. И я каждого… Ну, мне любопытно. Вот. И я в основном бизнеса страховал. И я спрашиваю, вот, а есть вот то, что называют лифтинг, да-то? В магазинах там с полочки собрут. Вот. И говорят, два-три процента отводится. То есть, они когда бюджет, планирование и так далее, два-три процента, значит, украдут. Может быть, не только украдут, но, может быть, испортят или уронят с полки, я не знаю там чего. Когда я первый раз зашёл в магазин, вот мы только приехали, я зашёл в магазин, и там, ну, типа такой, хостовары такие. И когда стоит бадья с шурупами, понимаете, там одна за другой эти бадьи стоят, вот одна за другой, там шурупы разного диаметра. И они просто россыпью вот так лежат. Вот ты можешь взять там один, можешь взять тебе там насыпать на вес тебе… Килограмм шурупов. Килограмм шурупов. И они просто лежат. И я думаю, боже, там к концу бы дня у нас бы ничего не лежало, понимаешь? Лежит. Лежит. Знаешь, там на улице вынесено из магазина морковка, там картошка, там апельсин, там я не знаю что. Лежит, никто его не хватает, не убегает никуда. Знаете, конечно, другой ритм. Другой менталитет. Я не беру больше, чем мне надо. Поэтому… И все-таки тебе верят, доверяют. Без того, чтобы как бы сказать, а где он сейчас украдет? Ну-ка, говорит честный, наверное, сволочь какая-то, там и так далее. Тебя никто не подозревает. До тех пор, пока ты однажды не пойпался, никому в голове не придет тебя подозревать. Понимаете? Конечно, бывают какие-то мошеннические схемы, там, но это редкость, это экзотика, надо нарваться еще там и так далее, да. А так… Нет, есть жулики. Ну, безусловно. Но они в таких как заводях, куда стекаются те, кто не вполне адекватен вот этому обществу. И тогда они там оказываются, и тогда они там… на них там селок стоит, вот этот капкан. А так нормальное вот это вот живущее общество, оно даже не в курсе. Они не понимают, как ты взятку дать, менту взятку дать. Нет, это вообще… Есть взятки, в стране есть взятки. Но население как бы абсолютно живет вне этого. То есть где-нибудь там, вот там где-то есть взятки, там. Коррупция, она больше здесь не на уровне, человек – не человек, коррупция на уровне, как-то бизнес – бизнес. То есть на уровне корпоративного, на корпоративном уровне. Нет, конечно. Там она расцветет. А на уровне на бытовом не видно этой коррупции. Нет. Не видать. В общем, друзья, те, кто не хочет давать взяток там… Честные. Честные. А мне, кстати, вот тут рассказывал недавно, гость был из Беларуси, и Дмитрий его зовут. Он такой маг-чародей, но вообще он из строительного бизнеса у него. У них семейный строительный бизнес у отца. Вот. И я там начал его спрашивать, ну там откаты, взятки. Рекетирование. Он говорит, в Беларуси нет такого. Он говорит, у нас так нет, у нас как-то все более-менее без этого обходится. Я не работал в этом, мне сложно сказать. Нет, не слышал. У нас был какой-то период времени, в начале 2000-х, когда очень было принято закон о коррупции, и органы силовые начали пресекать его очень жестко. Поэтому там был такой большой наплыв уголовных дел, люди сели надолго. и после этого как-то коррупция как таковой, я не скажу, что она исчезла вообще. Но она не стала настолько очевидной, чтобы она бросалась в глаза. Ну то есть нельзя милиционировать откуда-то на работе? Гаишнику? Нет, я ни разу не слышал про такое. Как он. Друзья, может быть тоже просмотреть некоторым. Там же россияне имеют право на работу, могут поехать в Белару. А еще батька, мне кажется, приглашал. Батька всех приглашал. Да, да. Он как-то, я помню, выступал несколько лет назад. И я чуть не расплакался от умиления. Он говорил, кто там разъехался по другим странам, возвращайтесь. Да, у нас тут это, это. И вдруг что-то ему говорит, и евреи, тоже хрен с ним уже евреи, возвращайтесь. Возвращайтесь. И так, знаешь, я думаю, да ты же какой добрый человек. Да, да. Китайских работников приглашали там что-то строить. Они, по-моему, такие остались до сих пор в живой стране. То есть открытая страна с открытыми, дрожелюбная страна. Ну что же, друзья, вот на этой замечательной такой ноте у нас мост, мы как бы строим, да, из Белоруссии, тут в Кремниевую долину. Тут много из Белоруссии. Тут из ИПАМа. В гугл зайдешь, там уже английской речи не слышно. Все вот ваши ИПАМовские, значит, молодые ребята, симпатичные, красивые. Хорошо, приятно. Очень приятно все это. Так что давайте мы тогда за вами будем наблюдать, как вы будете двигаться карьерно. А если кто-то хочет, допустим, вопрос какой-то или что-то такое, пишите в комментариях. Вы знаете, на Ютубе прикрыли личную переписку. Там был раньше mailbox такой, была личка, так называемая личная почта. И я раньше там, как вас знаете, я говорю, пиши в личку. Нормально. Сейчас нет личных. Закрыли, все, что там было, пропало. И, в общем, нет больше лички. И все время говорят, а куда написать? Ну, пишите в комментариях. Да. Вот. И, значит, гость свои комментарии уже все прочтет. Я стараюсь прочитывать все комментарии. Иногда, может быть, знаете, если вы напишите под видео, которое было год назад, может быть, я пропущу. Хотя вроде есть такое место, где все собирается. Ну, бывает. Я знаю, что бывает. Но если видео свеженькое, пишите там, я как бы откликнусь. Вот. Ну, и вы тогда берете повышенное обязательство прочитывать, на вопросы отвечать. А вы, конечно, в лотерею играли? Нет. Эх. Друзья, значит, не лотереей единой. Да. Хорошо. Давайте мы помашем всем ручкой и скажем счастливо. И до скорых встреч. До скорых встреч. До скорых встреч.